Здравствуйте! Видео о программировании с помощью SKP900 и NSPC001 ключей для Nissan Altima 2013 года. Вот мастер ключ, и он работает. А это новый ключ, который мы хотим запрограммировать с помощью SKP900 и код ридера NSPC001, который считывает новые 20-значные пин-коды. С помощью SKP900, с помощью код ридера НИСАН ПИН-код, которые у нас есть 20-значные пин-коды, что вы должны получить. Вы просто нажимаете на «С» и это будет коммуникает с машиной. Для связи SKP900 с авто нажимаем клавишу «ЕС» и последовательно выбираем в меню опции «Иммобилайзер». Nissan, смарт-ключи с 2013 года, бесключевой доступ и чтение BCM для считывания кодов с помощью код ридера. «Имморичные пин-код» Предложение нажать кнопку аварийной сигнализации авто при выключенном зажигании и клавишу Yes для продолжения или No для возврата. Нажимаем Yes и видим сообщение, что при каждом считывании код BCM будет меняться. Вновь нажимаем Yes и видим 20-значный код BCM. Код Ридер начинает считывать пин-код, который высвечивается на экране примерно через 30 секунд при обычных 40-50 секундах. И при этом расходуется 100 токенов код Ридера. Токены расходуются только при 20-значных пин-кодах, но они тратятся для 4- и 5-значных. Затем их нужно пополнять. Нажимаем клавишу Back и переходим к опции Adapt Keyless. Вновь предложение нажать на кнопку аварийной сигнализации при выключенном зажигании. И при этом все ключи для бесключевого доступа будут удалены. Нажимаем на Yes и вводим вручную считанный пин-код. Проверяем его и вновь нажимаем на Yes. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Предложение убрать ногу с педали тормоза и зажать кнопку Start до включения зажигания. А затем Yes для продолжения. Началось программирование ключа. Предложение выключить зажигание и нажать на Yes для продолжения. Прикладываем брелок стороной с логотипом Nissan к кнопке Start. Нажимаем на нее и видим, что индикатор иммобилайзера на панели приборов мигнул пять раз. Опять нажимаем на Yes для продолжения и индикатор иммобилайзера гаснет. Вновь нажимаем на Yes. Выключаем зажигание и успешно завершаем программирование первого ключа. Предложение нажать Yes для адаптации второго ключа. Подносим второй ключ стороной с логотипом Nissan к кнопке Start и нажимаем на нее. Индикатор иммобилайзера на панели приборов вновь начинает мигать и затем гаснет. Подтверждаем это, нажав на Yes. Предложение вновь выключить зажигание и нажать на Yes для завершения программирования второго ключа, а затем на No для завершения программирования ключей. Теперь берем первый ключ, касаемся им кнопки Start со стороны логотипа Nissan и слышим прерывистый звуковой сигнал. Проверяем запрограммированные ключи, предварительно отсоединив программаторов SKP900 от авто. Нажимаем кнопки открыть-закрыть первого ключа, они работают. Видим на панели приборов сообщение о завершении регистрации этого ключа и заводим двигатель. Берем второй ключ и проверяем работу его кнопок и видим, что они тоже работают. Итак, программирование завершено, а за дополнительными вопросами можно обратиться в техподдержку. Как я сказал, я не знаю, что я вообще не эксперт. Это вообще один из первых двух автомобилей, которые я делал. Так что, кто-то может это сделать, вы просто нужны правильное устройство. И если вы приходите с партнерами в ECU Tool, поговорите с партнером Норманом через эмейл, он будет осознать вас. Спасибо. Спасибо за просмотр.